Давайте дальше думать. Хорошо. А сколько родителей у каждого человека? Два. Два. Отлично. Нужна наследственная информация папы? Да. Нужна. Нужна наследственная информация мамы? Нужна. Нужна. Как по-вашему? Как обстоит игра? Часть признаков своим потом передал папа, а часть передала маму. Допустим, папа передал, как строить нос, зубы и пальцы на руках. А мама передала, как строить кожу, волосы и живот. И если уж один родитель программу передал, то второй не суется. Нет, не так. Не, не так. А как? А не оба передают. Полный набор признаков передается каждому из родителей. Отлично. Хорошо. Значит, в результате каждый признак имеет единственную запись в клетке? Нет. Сколько вариантов записи признаков каждой клетки? Два. Два. Откуда взялись? От два. Как называются вот эти парные варианты записи каждого признака? Аллеи. Важнейшее понятие генетики – аллеи. В простом случае, который мы с вами рассматриваем, это парный вариант гена. Один аллеи от одного родителя, второй от другого. Учтите, что бывают и другие аллеи, но об этом и один. Точнее, термин аллеи используется и в других смыслах. Но пока понятно, это вариант гена. И вот здесь очень важная штука. На первых этапах, работая с генетикой, я, во всяком случае, своим ученикам, ну, первую неделю, две, пока они коллизуют, не привыкли, запрещаю говорить слово «признак». В чем дело? Дело в том, что в генетике это слово имеет три совершенно разных значения. Сейчас разберемся. Сейчас я вам на доске напишу несколько слов. Ваша задачка будет разобраться, сколько разных признаков я написал. Понятно? Итак, сколько признаков записано на доске? Три. Три. Конечно, три. Как вы назовете первый признак? Цвет. Цвет. Разумеется. Признак «цвет» имеет сколько разных возможных значений? Четыре. Четыре возможных значений. Четыре варианта. Четыре аллея. Так, второй признак, как вы назовете? Вес. Вес. Признак «вес». Сколько возможных аллеи имеет? Единственное. Ни одного другого значения у этого признака быть не может. Третий признак? Форма. Форма. Сколько возможных значений у признака форма? Два. Так? Так вот, обратите внимание. На самом деле, опять же, что здесь написано семь признаков, тоже правильно. Так? Но дело в том, что сын здесь разных аллеей трех признаков. Понятно? Аллея – это возможный вариант признаков. Плюс к этому возникает еще одна генезинская проблема. Ген – это признак организма? Нет. Вах. А что? Давайте иначе. А что вообще в русском языке означает слово «признак»? Это свойство. Любое? Отличное. Свойство отличное от остальных. То свойство, которое можно ограничить, сказать, ага, вот это что. Да. Так, опираясь на разные наборы признаков, можно отличать одно тело от другого. Один объект от другого. Отлично. Хорошо. Так вот, ген – это признак организма? Хорошо. Цвет глаз – это признак организма? Ага, ага. Но цвет глаз – это признак внешненаблюдаемый. Ага. И вот такие внешненаблюдаемые признаки как называются? Фенотипы. Фенотипы. Каждый признак называется феном. Внешненаблюдаемый признак – фенотип. Все вместе обсуждаемые фены. Вот те фены, которые мы обсуждаем в данном случае, будут называться фенотип. Это то, что можно видеть в глазах. Но на какой основе возникли фены? Генотипы. На основе генотипа. То есть имеющейся генотической информации. Гены – это тоже признаки. Но признаки информационные. А ведь каждый ген может иметь еще разные варианты. Олелья. Вот и получается, что три разные вещи – ген, олелья и фен – они все являются признаками. Поэтому, чтобы поначалу не было путница, давайте четко делить. В случае, когда мы имеем вот такой вот вариант, типа окраски, масса, то есть общий вариант, мы будем говорить слово ген. В случае, когда мы будем иметь частный вариант реализации каждого гена. Какое слово? Олелья. А если уже признак реализован так, что его видно, можно исследовать фен. Отлично. Хорошо. Небольшое упражнение для того, чтобы разобраться. Брюнет и блондин – это фены или гены? Фены. Фены. Отлично. Темнокожие, светлокожие? Фены или гены? Фены. Человек, имеющий высокую кислотность желудочного сока, и человек, имеющий низкую кислотность желудочного сока. Фены или гены? Нет. Нет. Попались. Попались. Конечно, фены. Гены – это информационное понятие. Расскажите, если вы взяли с компьютера, сняли коробку и залезли в него с микроскопа, вы там программу увидите? Нет. А что, потому что там программы нет? Программа-то есть там у тебя? Да. Есть. А почему не видно даже в хорошем микроскопе? Может, она очень маленькая? Да. Потому что, да, то, что возит для реализации его уже. Программа – это понятие информационное, а не материальное. Конечно, есть материальный носитель, это программа, ради бога, он, конечно, есть, да? Но сама программа, да, понятие информационное глазками не увидишь. Так, ген глазками увидеть нельзя. Ребята, можно ли глазами увидеть смысл слова? Нет. Нет, не бывает. Можно увидеть носитель смысл. Могут записать на доске, воспринять звуковую волну и так далее. Так? Что можно по отношению к гену? Можно увидеть носитель гена, да? Разобраться с малековой ДНК. Вот это ради бога. А сам ген можно увидеть? Нет. Да. Немножечко по поводу генов. Может ли быть так, что у некоторого детеныша папа кореглаза и мама кореглаза? Да. Может быть. И сам детеныш родился тоже кореглазом. В этом случае, скорее всего, и папа, и мама передали разные аллели или одинаковые? Одинаковые. Одинаковые. То есть ген будет состоять из двух одинаковых аллелей. Ну, еще раз. Но, кореглаза, это же доминантность. Подождите. На следующем этапе вы мне попробуете дать определение доминантности и рецессивности. Это первое понятие, о котором мы с вами будем. Это когда оба-два родители прислали два одинаковых аллеля. Ну, папа прислал программу синтеза, точнее, программу белка, которая синтезирует коричневую краску. И мама прислала программу такого же белка, который синтезирует коричневую краску. Вопрос. Какого цвета глаза выкрепили? Горичневую. Коричневую. Коричневую. Это понятно? Угу. Так. Причем, варианты могут быть? Нет. Нет. Другой-то программы просто нет. Хорошо. Вот такой вариант, когда в одном гене записаны два одинаковых аллеля, называются гомозигота. Или гомозиготный ген. Или гомозиготный по данному признаку организм. Две одинаковые записи. А теперь? Может и папа быть кореглазым, а мама голубоглазым? Да. Может. В этом случае одинаковые ли аллеля пришлют в зиготу оба родителя? Или разная? Разная. Разная. Как называется в генетике такой случай? Когда в одном гене гетерозигота. Ситуация, когда в одном гене два разных аллеля, кодирующих разное состояние. Гетерозигота. Какие могут быть гипотезы по поводу цвета глаз у гетерозиготного малыша? У него ведь две разные программы. Программа карие-глаза, программа голубые глаза. Если пропало себя танцам карие, то именно аллея карие-глаза, то и тут карие. Допустим, мы знаем, что в папиной гоните программа карие-глаза. Свято-гоню выказал. А почему? Старший длиннадцатый признак. Да, ага. Говорите два священных слова. А мамин признак какой? Рецессивный. Ура! Значит, приходится вводить понятие доминантности и рецессивности признак. И вы так смело им пользуетесь. Так, Алька, попробуйте дать припевление рецессивности. Да, что в гоните называется рецессивным признаком? Ну, рецессивный, это если... Это понятие доминантности. Да. Доминантность это преобладающие... Над кем? Рецессивный. Ура! То есть, он в такой майке, на нем написано «сильнейший побеждатель». И поэтому сразу видно, что вот он идет, доминантный признак. Доминантный признак, который появляется где-то из воплощей стороны. О, ура! Ура! Значит, ребята, нельзя разобраться с доминантностью и рецессивностью на гонозе бульс. Допустим, если у оба родители голубоглазые, какого цвета... И мы точно знаем, что и папа, и мама передали запись обстроения голубой краски. Так? Какого цвета будут глаза у детенышей? Голубые. Такие же, как и родители. Если папа и мама передали глаза, его бы передали программу передали глаза. А, там, да. Голубые. Так? А в результате, какой фен будет построен? Фен более активной программы или менее активной программы? Более активной. Ну, конечно. Итак, определение. Признак, строящий свой фен в гетерозибуте, называется доминантный и обозначается большой буквой латинского алкоголя. А, большой. Признак, не строящий свой фен в гетерозибуте, называется рецессивный и обозначается буквой а-новая. То есть, пока на этом уровне нам достаточно как понимать рецессивность и доминантность. Доминантный ген просто строит белок, который работает активнее, чем рецессивный. В результате, результаты в деятельности вот этой программы во много раз больше, чем вот этой. И внешне. А внешне, что окажется? Вот эти результаты просто замаскируют вот эти результаты. И в качестве фена вы увидите вот это проявление. Ну, на самом деле, реально с доминантностью рецессивности сложнее, намного сложнее. Да? Но пока нам такой опорной модернки хватит.